Всем привет! Это обучающее видео по программе PlayClaw 5 и о возможности предварительной записи. Два слова о том, для чего это надо. Ну, предположим, вам нужно поймать какой-то редкий момент в игре или же вы просто не занимаетесь записью, но что-то бывает интересное, хотелось бы это сохранить на памяти. И вместо обычной записи многочасовой и дальнейшего редактирования вы просто включаете режим предварительной записи в программе. В этом режиме PlayClaw будет сохранять последние несколько секунд вашей игры в оперативную память компьютера. И в нужный момент, когда произошло это самое редкое событие, вы просто даете команду и программа скидывает сохраненные данные на диск. Таким образом, вы не упускаете ничего интересного из вашей игры, при этом совершенно не тратя гигабайты места на винчестере для записи. Настраивается это все очень просто. Размер в опциях кодера, размер буфера предзаписи, там от самого маленького 5 секунд и так далее до 10 минут. Реальный размер зависит от объема свободной памяти и от используемого кодека. Например, кодек H.264 дает очень маленькие размеры файлов, соответственно, данных с сжатым этим кодеком в памяти может поместиться много, вплоть прям хоть до 10 минут. также есть настройки горячих клавиш. Старт предзаписи. Старт предзаписи понятно. Сброс буфера предзаписи по этой команде как раз playclaw все, что сохранился у нас в памяти записывает в файл. Но есть еще отдельный режим работы при стартовавшем режиме предзаписи, если нажать на кнопку старта записи обычной, playclaw сбросит буфер на диск и продолжит захват в этот самый файл, как ни в чем не бывало. Ну и, собственно, отменить предзапись можно кнопкой отмены записи в том числе. Так, и еще один момент. Оверлей. Есть такой оверлей в статистике записи. Он показывает, сколько секунд в минуту уже записано на диск и размер записан на диск. Также он показывает заполненность буфера предзаписи. Можно установить цвет, которым будет выводиться эта информация. Так, посмотрим, как это все выглядит в игре. Вот у нас battlefield 4. Включаем режим предварительной записи Ctrl F12. Появился оверлей со специальным значком и секунды пошли. Размер буфера предварительной записи у нас установлен на 20 секунд. Сейчас дойдет до 20 секунд и на этом остановится. Старые данные будут выкидываться из буфера, новые записываться. Все. 19-20 секунд. Чтобы продемонстрировать, как это работает, я сейчас разобью вертолет и после его краша я включу обычную запись. Буфер записанный 20 секунд. Бросится на диск и дальше продолжится обычная запись. А потом мы посмотрим полученный файл, что у нас получилось. Разбились. Включаю запись обычную. По-быстрому сбрасывается на диск данные. А теперь... Наверное, уже все там сбросилось. Плюс еще дополнительно записалось. Теперь запись остановим и посмотрим, что у нас получилось. Буфер. Так. Раздельные треки. Как видите, мы все еще летим. Разбились. Как раз около 20 секунд было записано из памяти. Собственно, вот в чем состоит фишка вот этой предварительной записи. Полезная возможность. Записывайте. Используйте PlayClaw. Если есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях к видео, на форуме. Всем пока. До новых встреч.